У нас такого террора, вот такого массового террора у нас не было никогда. Такого праздника разговения Рид-Аль-Фиттер у нас не было еще никогда. Это для нас что-то новое. И самое, что радостное, наверное, в этот праздник, что с нами нет Кадырова. И это просто жесть. В Самашках там женщины оттуда скидывают голосовые сообщения, что там побили медсестру, и женщины, и тех побили. Где-то в Дубаюрте тоже там подрались. Пунктуальность это не про тебя, потому что неправда Халков. Пунктуальность это про меня. Просто сейчас с первой попытки не запустился у меня эфир. Показала красная, индикатор показал красный цвет. Это когда не хватает интернета, канала, или он вообще отсутствует, он обычно такое показывает. И мне пришлось эту программку перезагрузить. Не виноват я, это не моя вина. А так, пунктуальность это про меня, кстати. Я в этом плане пытаюсь всегда соответствовать такому образцовому чеченцу. Пытаюсь вломать стереотипы про чеченцев. Обычно говорят, что у чеченцев, что есть 15 минут обычные, общепринятые, и есть чеченские 15 минут. Это вообще не 15 минут. А еще есть другая, кстати, мера счета мертвыми женщинами. С недавних пор нас научил считать один проректор Чеченского государственного университета. Вот. И по его меркам сейчас, допустим, сколько? 30 мертвых женщин 10-го. Сейчас время. Караганда на связи, говорит. Салам, Караганда. На каком районе жил в Тбилиси, говорит Кол-Кол. А вот я тебе не скажу Кол-Кол. Еще есть кадырченский и кожировская логика и интеллект. Кадыровский язык, он есть, кстати, он существует. Про логику понятно. Мы давно знали о существовании логики. Но вот что есть еще язык, и в этом языке то, что говорится на языке кадыровцев, не всегда нужно понимать, как принято в русском или чеченском языке. Этого мы не знали до тех пор, пока Кадыров не сказал в одном из своих совещаний, что нужно, значит, убивать, наказывать, преследовать тех людей, кто пишет комментарии. А потом его пресс-секретарь перевел это совершенно иначе, сказал, что нет, он говорил не это. И также депутат Государственной Думы Шамсайл Саралиев, он тоже перевел эти его слова. Оказалось, что когда на кадыровском языке говорят подобное, то это смысл имеет совершенно иной. А вот сейчас в последнем ответе кадыровской пропаганды, там, где иллюзионист отвечает на мое разоблачение, лжеблаготворительность фонда Кадырова, там есть еще один такой момент кадыровского языка, который я для себя почерпнул. Разумеется, я буду отвечать на это. И вообще я хочу сказать, что меня очень порадовало, что они решили наконец-таки обратить внимание на эту волнующую людей тему, а не на всякие там второстепенные, типа, бомбардировки, там, Хиросимы, Нагасаки, то, что вообще никому сегодня не интересно. Наконец-таки обратили внимание, решили какими-то контраргументами меня опровергнуть. Это похвально, я очень обрадовался. Но дальнейшее развитие этой темы вы увидите, иншаллах. В ближайшее время я отвечу на эти контраргументы. И там будет такой момент, пример кадыровского языка. Так, давайте мы будем начинать. Бисмиллаху, альхамду лиллаху, ассалату, ассаламу аля, расулей ллаху, а ба'ад, ассаламу алейкум, а раматуллахи, ва баракату. Дорогие братья, сестры, мусульмане, я хочу начать этот эфир с поздравления. Поздравляю вас с этим благословенным праздником окончания месяца Намадан, Идаль-Фитр. Его также называют у нас в народе, как у Роза, Байрам. У нас это не у чеченцев, а у русскоязычных людей, понимающих русский язык людей. Да примет Всевышний Аллах от вас, от нас и от вас наши благие деяния в этот священный месяц. Наши поклонения, наши посты, наши молитвы и все-все те наши поклонения, которые мы совершали в этот благословенный месяц. Та-каббали Аллаху минна ва минкум. Аллаху маарнаш кобал дойлшу лайн халу милию лилу. Кид-а-каба даст Аллаху мокшал, иман, лойлвин масанна. Аллаху ваеца дирзу дойлвай ваецах. И маардаста овши мрзу, иеца овши тидага дақа эхту бойлвай. Мы здесь все, те люди, кто в Европе, вообще те, кто находится за пределами и не могут сегодня быть дома в такие, особенно в такие праздничные дни, каждый человек, каждый, когда друг друга мы поздравляем, у каждого звучит вот это вот, что, иншааллах, мы просим Аллаха, чтобы следующий этот праздник мы могли встретить у себя дома, будучи свободными, не находясь под каким-либо угнетением, и чтобы вот эти вот враги нашего народа, враги Аллаха, чтобы их не было на нашей земле, чтобы даже запаха этих людей не было на нашей земле. иншааллах, придет такой день, когда мы сможем спокойно встречать этот праздник, посещать своих родственников. Мы все здесь очень уже соскучились по своим родственникам, по вообще вот этой праздничной атмосфере, которой здесь не бывает. здесь люди, конечно, пытаются как-то создать эту праздничную атмосферу, но в таком полномасштабном объеме здесь невозможно это сделать. У нас дома это совершенно иная такая атмосфера, когда полностью останавливается, по сути, обыденная какая-то жизнь, и все спешат к своим родственникам для того, чтобы увидеться, поздравить, посидеть там. люди, которые не виделись, даже целый год в этот день видятся, и я помню времена 2000 или 2001, скорее всего, год это был, когда очень тяжелом положении был наш народ, просто в катастрофическом. И мы с Ингушетией на двух машинах, по-моему, мы приехали домой на этот праздник. Я помню, приехав, как бы посещая уже, мы начали посещать там родственников, где-то, по-моему, с въезда вот в город со Старопомусовского района, тогда с задней стороны заезжали через Горогорск. И вот я помню, мы начали посещать уже оттуда, начиная там родственников, и у каждого дома были очень хорошо накрытые столы. И мы тогда еще, уже когда мы там нескольких обошли, я помню, мой старший двоюродный брат сказал мне, ты смотри, говорит, несмотря на такое катастрофическое положение, люди умудряются накрывать столы, то есть находят вот эти вот средства на это. Ностальгия по тем временам, и сейчас вот, сейчас это актуально, потому что просто какой-то шквал сообщений, как с передовой бывает, как со Сталинграда, как вот с военного периода, сейчас приходят с республики сегодня. Там происходит какой-то дикий ад людей. Вообще началось все с того, что вчера начали всех предупреждать, чтобы ни в коем случае люди не ходили в гости, не поздравляли друг друга с праздником, так как карантин, пандемия, борьба и, в общем, все-все то, что уже там на протяжении двух месяцев идет. Но этот праздник, это такой момент, когда люди все равно ходят. Хочешь, не хочешь, люди как бы привыкли к тому, что они посещают гостей, и как бы власть это понимала, что люди будут это делать, и начала заранее всех пугать, предупреждать, но все равно, разумеется, кто-то ослушался этих предупреждений. Реакция вообще жесткая. И людей теперь забирают, наказывают не только за то, что они просто там кому-то в гости пошли, а просто человек вышел за пределы там своих ворот и за это их забирают, наказывают. И вот та информация, которая поступает сейчас из республики, это какой-то кошмар. Например, вот такая вот фотография, посмотрите, этого человека приковали к столбу, приковались к столбу и поехали там дальше кого-то отлавливать. Это вот того родственники, видимо, двое вышли, пытаются как-то там, ну, помочь ему. И это просто жесть. В Самашках там женщины оттуда скидывают голосовые сообщения, что там побили медсестру, и женщины, и тех побили. Где-то в Дубаюрте тоже там подрались с этими сотрудниками. Власть предусмотрела моменты аффилированности. Они взяли, поменяли местами, допустим, своих полицейских с одного района, в этот день перекинули в другой район, а тех с этого района перекинули в этот. То есть ротацию такую сделали, чтобы не было знакомств там каких-то, ну, из-за этого там каких-то поблажек, чтобы не было. Идет какая-то жесткая борьба, но... И с одной стороны, кажется, ну, предупредили они вроде бы, все мы понимали, что это будет, что они будут преследовать, что будут пытаться всячески испортить нам этот праздник. И, ну, почему бы не посидеть дома, говорят некоторые, я вижу такие комментарии. Пусть посидят. Ну, ну, не сидят. Все же прекрасно понимают, что не будут, все сидеть дома не будут. Кто-то по-любому его нарушит, но не так же с этим бороться. Неужели нельзя это как-то по-человечески сделать, чтобы не портить людям этот праздник? Воспоминания, впечатления об этом празднике. Я невольно вспоминаю, знаете, время, когда в 2000-2001-2002 были зачистки в республике. Но и то зачистки они как проходили, они никогда в целом по республике масштабно не проходили. Они бывали там в одном селе, в нескольких селах могли пройти, в нескольких районах там, например, могли пройти, в городских я имею в виду. Но не бывало так, чтобы по всей республике проходили зачистки. И вот тогда, допустим, где там в старых Атагах проходила зачистка. Например, мы на тот момент могли оказаться в городе, допустим. И вот узнав, что там проходит зачистка, потом пытались выяснить, как там вообще обстоят дела. И я помню вот эти вот, кто-то оттуда приехал там или проезжал из другого села к соседнему. И вот эти вот, у нас, у чеченцев говорят хабар да айтан, то есть отправил послание на разговор. И вот это вот, приходили эти послания, когда говорили, столько-то забрали, где-то вот там кого-то убили. И здесь вот человека видели, как забирали, он сказали передать, что он там сын вот таких-то. Вот такая информация приходила. Или тогда не было же телефонов мобильных, были рации. И тогда либо у сотрудников ОМОН и так далее, тогда сотрудники еще были такими, не были такими врагами. Тогда еще чеченцы не убивали друг друга. Это такое время, когда и сотрудники, и наши воины, они вместе там могли где-то в кафешках пересекаться, друг за друга заплатить. И вот я помню, либо у сотрудника, либо у жамаатта, у кого-то были рации. И ты вот по рации там просил у него рацию и говорил, можно там спросить, как там обстоят дела в Шалях, например, или в Атагах. И вот там связывались, он говорил, такой-то, такой-то там слышит, да, что там, как обстановка, там столько-то забрали. И вот так вот ходила вот эта вот оперативная информация как бы, да, сводка была. И вот сейчас такая сводка приходит с республики, как с какой-то горячей точки. Здесь забрали, там побили, здесь приковали к столбу, здесь там эти отбились, эти убежали. Там какие-то смешные ролики даже ходят, где в траве там кто-то ползет, скрываясь от полицейских. Что происходит? Короче, до чего мы дожили, я просто поражаюсь. У нас такого террора, вот такого массового террора у нас не было никогда. Такого праздника разговения, Идальфитр, у нас не было еще никогда. Это для нас что-то новое. И самое, что радостное, наверное, в этот праздник, что с нами нет Кадырова, который бы поздравлял нас с этим праздником, который хотел, видимо, очевидно, в этот праздник, он хотел всех запереть, никому не давать выходить, а сам хотел поездить по своим родственникам, по друзьям, устроить застолье где-нибудь у себя в резиденциях, как он любит, да, шашлыки, рыбалки. Но, увы, оказался в этой московской клинике, как говорят. А может и не в клинике, может еще где-то, не знаю. Но факт, что он не с чеченским народом, как минимум, в этот день. Так, ладно, у нас тут вопросы понабежали, давайте пройдемся. Продолжение следует...